здравствуйте сегодня без слайдов и сегодня мы разберем тему которую не разобрали раньше именно исключения и дженерики соответственно вы уже когда делали свои домашние задания вы уже пользовались так или иначе исключениями до осталось все-таки взять к ним прикоснуться и разобраться формально там теории достаточно мало по поводу исключений и вот сейчас принципе увидите все что нужно про них знать поэтому давайте сейчас разберем что тут вообще происходит да то есть вы их уже как минимум использовали да и вы знаете как создавать там новые соответственно зачем они нужны да вам нужны исключения потому что исключение позволяет сделать вашу программу более устойчивой к каким-то исключительным ситуациям да что может произойти вот например вы здесь пишите им x равно 5 поделить на ноль вы можете это помощью java написать но она делить нельзя поэтому в этот момент может произойти какой-то exception да если бы например этот аргумент передавался бы как параметр да там 5 поделить на y вот если вам сюда придут не придет сюда неправильный параметр то у вас вылетит исключение и если нигде не ловится нигде не обрабатывается исключительная ситуация деления на ноль то ваша программа упадет что казалось бы довольно грустно поскольку если каждый раз ваша программа будет падать это будет довольно печально да вот вы наверное пользовались нибудь приложениями под android или подойдет да когда вы их используете и вам какой-то момент говорится типа ну сорян чувак как бы давай заново к запусти приложение это пошло не так иногда с тем же успехом там браузер например да вы ломается либо какая-то другая программа на компьютере вот кто кстати знает что произойдет если здесь будет все-таки ноль и что за исключение вылезет что такое ну можно смотреть но формально суши надо сделать 5 делим на ноль сейчас конечно свалится но он скажет вылетево исключение арифметик эксепшен с мессенджем диверий он базировал да и на самом деле вот тут можно вот так вот взять написать в тесте соответственно что вот смотрите вот сейчас хочется вот здесь взять написать здесь окей дано если мы запустим тест еще раз то выяснится что вот он в этой строчке одиннадцатый падает и дальше из метра до этого вылетает но его хендли соответственно движок этого джи юнита а хочется попасть вот сюда соответственно так как мы знаем да что у нас ну то есть просто надо знать да что если мы что-то делим на ноль то вылетает соответственно архметик эксепшен мы могли бы это и не знать да и можно было бы обернуть эту ситуацию таким образом что мы пишем райкетч какое-то исключение него неважно не важно какое ну и здесь пишем что как бы ну окей эта ситуация предвиденная да ведем сюда просто здесь что-то выведем вот соответственно можно эту ситуацию отловить с помощью операции try catch и пойти дальше в этом случае наша программа не упадет тесно как-то работает да чтобы ну как вы могли бы уже знать до исключения делятся на два вида исключения которые проверяемые и исключения которые непроверяемые кто-нибудь знает в чем разница между ними что значит проверяется так ну другой ответ на самом деле на самом деле стоит ситуация такая да что если у вас вы когда пишете какой-то код да как бы ваш код ну то есть в ненаписанном коде ошибок нет да если нет кода не это ошибок да если когда начинается писаться код может происходить могут происходить какие-то исключительные ситуации если исключение является непроверяемым да то вы можете это написать и вам за это ничего не будет ну то есть вот в этой строчке вы написали вам джава ничего не ответила можно так делать можно так написать но знай как бы ну как бы то есть вы здесь никоим образом не не эту ситуацию не обработали и вы можете это сделать джава вам это разрешит если действительно здесь на ноль произойдет деление ну в том примере да на какой-нибудь y если в качестве игрека придет 0 ваша программа упадет потому что не было нигде написано try catch но вы могли в случае эксепшена который не проверяемый это try catch не писать соответственно проверяемые эксепшены да это те которые которые вы обязаны взять и обязательно обработать то есть ну как ты сказал да на этапе компиляции то есть если вы где-то запишите там тролунил какое-то проверяемое исключение то она не в том смысле что проверяется на этапе компиляции да там проверяется тот факт что либо вы обернули его в try catch то есть явно указали что да это исключение может имеет место быть оно проверяемое от слова что я проверил что ну ну как бы я проверю что его нужно обработать либо нужно указать ключевое слово throws у метода да и сказать что это исключение будет обрабатываться не в этом методе а где-то в другом месте то есть разница да что если исключение является непроверяемым вы можете его просто выбросить вот да можно написать вот так вот все будет в порядке этот код заработает да то есть деление на ноль арифметик эксепшен являются анчайкет эксепшеном или гаургумент эксепшен тоже является анчайкет эксепшеном поэтому вам джава говорит что ну как бы можно так написать это уже на вашей совести да как бы будет где-то обработчик вот этого try catch либо не будет ну с тем же успехом анчайкет исключение является нау-поинтер да и поэтому когда вы что-то сравниваете пытаетесь вызвать какие-то методы у ссылки которые на у вас вылетает эксепшен но вы при этом нигде try catch не написали то есть это позволяет анчайкет эксепшен позволяют вам избавиться от этого ужаса до написания кучи трек и чей просто потому что ну не обязательно их делать и обычно как как можно это обработать до что если у вас есть какие-то исключения можно взять какой-то ну то есть смотрите чтобы ваша программа не падала вы казалось бы должны сами предвосхищать эти плохие ситуации да например ну то есть если вы где-то обнаружили нау-поинтера у вас нету нигде обработчика ваша программа конечно же упадет да но можно было бы написать какую-то такую штуку да ну допустим это сейчас пример я вам не ни о чем не говорю даже как будет делать как не стоит но что допустим этот метод вы вызываете где-то в моей не да и если у вас то есть вы в том месте где ваш программа стартует там вы и ловите все эти исключения ну и дальше зависимости либо то есть обычно они ловятся в том месте где должны обработаться ну либо можно поймать их в самом начале программы залогировать если вы знаете как обработать то обработать если не знаете то нет видите просто с исключениями действует хорошая штука когда у вас не программка десктопная да какая-то а когда у вас какой-то веб-сервер и к вам приходит получается из браузера запросы да то есть у вас крутится сервер он принимает какие-то реквесты отдает респонсу вам приходит запрос вы его начинаете обрабатывать в процессе обработки запроса могло произойти исключение ну вот соответственно ваш сервер работает по-хорошему стабильно да а вот в процессе вот вам ну давайте для наглядности да какой-нибудь хендлер у вас есть здесь есть какой-то класс реквест есть какой-то класс респонс респонс в процессе обработки в процессе обработки выполнения этого метода да у вас могла произойти какая-то исключительная ситуация то есть вам приходит новый запрос попадает сюда в респонс пишется ответ но если вы используете какой-нибудь там там кат либо еще какую-то либо для серверов серверов то у вас те классы уже будут соответственно если исключение могут вылететь где-то тут по-хорошему да есть какой-то дополнительный обработчик обычно они называются там паттерн используется цепочек ответственности чайных респонсибилити и есть такое ключевое слово сервлет ну не ключевое слово да просто слово сервлет эта штука которая умеет эти реквесты обрабатывать и включать респонс соответственно казалось бы да можно перед этим хендлером написать соответствующий еще один метод да как-нибудь его там назвать ну то есть это сейчас мой код да либо все по элегантно написано но подразумевается то что вот изнутри вот этого хендлера который является базовым да можно вызвать хендлер который второй как-нибудь его там завязать там не респонс и вот это вот все обернуть в три кедж ну таким образом на каждый запрос приходящий вы будете заходить сюда здесь эти исключения выбрасывать все их обрабатывать и у вас максимум что сломается это один единственный запросик да при обработке то есть вот всю цепочку про обрабатывание этой ситуации вы так или иначе поймаете и исключение обработаете а все что кроме да продолжит работать соответственно эксепшены делятся на два типа на проверяемые и непроверяемые и разница в том что непроверяемые не обязательно оборачивать в три кедж а проверяемые вы обязаны сделать две вещи да либо вы это явно пишите try и пишите кедж в котором его ловите либо вы указываете его в сигнатуре метода через ключевое слово throws то есть если вот тут вот написать в хендлере throw new exception вы такой не скомпилируете вам скажу что у вас есть необработанное исключение exception это ошибка чинится если написать try catch и это исключение поймать да вот java починилась но можно было бы это сделать иначе можно было здесь написать этот unchecked exception ну которая чекит да и указать его здесь вот таким образом вы явно даете понять что у вас тут может вылететь какое-то исключение вы его ловить не будете но пусть оно обработается где-то выше а так как здесь уже есть try catch то все классно работает да то есть вы берете здесь написано throws теперь если убрать эти штуки отсюда java поругается что что кто-нибудь знает как быстро создать класс вот смотрите все теперь стало нормально джава тебя ругается но слушайте вот все еще не обработанное исключение exception просто потому что здесь вот сигнатуре указано что выбрасывается такое-то исключение и она действительно выбрасывается и дальше вы должны сделать две вещи до либо опять же взять этот троллс exception и перенести сюда либо обернуть это в три кетч вот все будет классно при этом у край кетч есть еще метод finally finally будет вызываться всегда ну то есть если вы то есть finally это что-то что всегда вызовется так или иначе да чтобы у вас не произошло внутри края или внутри кетч вы все равно пойдете файл или ну давай проверим тоже должен попасть файл или ответственно здесь пишет края здесь пишет печь файл или вот здесь не получается ретурн да вот тут файл вот джава даже сейчас подсказывает то есть для интересно что здесь написать 1 Ну и да, смотрите, если надо что-то получить исключение, у него тоже есть какие-то свои методы, взять причину какую-то. Это обычно вкладывают исключение в исключение, чтобы припратить сквтрейс. Взять, например, message, но обычно основной это getMessage, либо при instacTrace он напечатает вам всем иерархию методов до того места, откуда это исключение вылетело. Но можно взять тут getMessage, getMessage, соответственно, выведет вот эту двоечку, ну потому что конструктора stringMessage. Дальше опять что-то вызвали throw, и тут написали finally, да, то есть try, потом тут catch, finally, ну return тогда не обязательно. Так, я вам здесь выдаю. Ну вот, мы зашли, получается, в метод try, ну не в метод, но зашли в catch, потом вывели двоечку вот эту, перебросили exception, но при этом finally все равно зашли. Если тут return не указать, то скажут, что, слушайте, ну надо этот exception обработать, потому что сейчас опять есть какое-то проверяемое исключение, а try catch'а для него нет. Ну формально можно написать вложенный try catch'а для него, ну и так далее. То есть вы можете делать, то есть finally то, что вызывается так или иначе, если вы попали в try, да, даже если вот здесь вот это вот не произойдет, true, то вы все равно пойдете в final, да, как бы был кетч, не было кетча, в final все равно окажется. Соответственно, исключение, иерархия исключений построена таким образом, что есть базовое исключение throwable, да, и оно вот написано compile time checking of exception, проверяемое. И формально это корень иерархии этих исключений, да, то есть public class, implement serializable, ну и все, это уже... Ну, в общем, корневой класс для исключений. Дальше от этого throwable наследуются два класса. Один из них класс получается error. Оно тоже compile time, и error считается не вашими исключениями, а исключениями, которые приходят от java. java, ну и как бы все, уже все плохо. Если вам прилетела какая-то ошибка, значит, какая-то беда произошла с самой java. И вам как бы... Ну, то есть, смотрите, если вам нужно создать какое-то новое исключение, свое собственное, да, вам нужно отнаследоваться как минимум от throwable, либо от его какого-то предка. Соответственно, в иерархии считается, что error предназначен для исключения, которые приходят из самой java, да. А есть также у throwable другой подкласс, который называется... Ну, собственно, вот этот класс exception. Да, вот он тоже extends throwable, и это уже для ваших собственных исключений. И оно тоже compile time. Ну, то есть, понятно, да, что есть, получается, throwable, у него есть один наследник, это error, это про java, ошибки java, они... То есть вам по-хорошему не нужно ничего наследовать от этого класса, и есть класс exception, это для ваших уже исключений, либо других исключений, которые произошли в том коде, который вы используете. И оно тоже является compile time. Соответственно, если вам нужно заиспользовать exception, и вы хотите явно указывать везде trycatch, либо явно указывать вот этот throws, да, то... Где он там? Вот, throws, либо trycatch. То есть, смотрите, проверяемые exception полезны тем, что вы явно обращаете внимание... Того, кто код этот пишет, либо использует, ну, имеет доступ к коду, да, получается на то, что здесь вот может произойти какая-то исключительная ситуация, ее следует обработать. При этом у класса exception есть дочерний класс runtime exception, и он из себя представляет как раз-таки тот класс, который наследник exception, и он... так, сейчас... Вот, и он является непроверяемым. То есть, если вы откроете... Ну, вот, соответственно, написано, да, непроверяемое исключение, не нужно объявлять в методах или конструкторах через ключевое слово throws, ну, и необязательно писать trycatch. Соответственно, если сейчас на это все посмотреть, то можно заметить, ну, pointer exception, например, да, наследник runtime exception, и его необязательно в trycatch оборачивать. То есть, это такой лайфхак на стороне Java. Да, то есть, Java сама себе сказала, что вот runtime exception trycatch не обязательно писать, а если это exception или trouble, то надо писать. Ну, то есть, это что-то, что в самом языке, да, проверяемое, непроверяемое исключение. Если посмотреть на тот arithmetic exception... Так. Arithmetic exception... Вот он тоже является runtime exception. Но если вы попробуете взять и заиспользовать, попробовать поработать с диском, ну, это будет на следующей паре, да, но для примера... Есть такой, например, класс files. И у него есть, ну, какой-нибудь любой метод. Ну, допустим, cramdirectoris. Принимается какой-то паз, принимаются какие-то атрибуты. Так. Раз, значит, get... Вот, вы, когда этот метод вызываете, вам Java скажет, надо обработать исключения. Java.io inputout exception. То есть, когда вы обращаетесь с диском, там почти все исключения являются проверяемыми. То есть, вы должны явно написать trycatch. Таким образом, вам как... Ну, то есть, смотрите, это довольно полезно, что вам Java явно говорит о том, что вы обязаны здесь написать trycatch, потому что при работе с диском бывают проблемы, и следует на это обращать внимание явно. Так же в истории с исключениями есть такая штука, как иерархия исключений, да, что... Вот тут написано, что, смотрите, unhandled exception java.io.io exception. Но можно здесь вот взять и написать exception e и все починится. Ну вот, все, больше не ругается. Можно написать здесь корень и тоже все починится. То есть, когда вы, смотрите, в чем суть, да, что когда вы пишете trycatch, вы можете указывать не обязательно то конкретное исключение, которое выбросилось, да, а что-то, что является выше по наследованию. При этом вот этих catch можно указать несколько. Если подобрать какой-нибудь более пример, да, что вот, например, create directory, то вот он. Вот он, вот есть какой-то, смотрите, catch, да, файл already exists exception. Вот, да, какое-то конкретное исключение, которое пробрасывается наружу, но оно является, получается, наследником ио-эксепшена. Да, вот ио-эксепшена. Файл already exists является наследником. Даже больше, да, сейчас. Файл already exists exception extends файл систем. Файл систем extends ио-эксепшен. И вот иногда хочется поймать не какое-то глобальное, да, а исключение внутри. Соответственно, вот так оно и делается, да, что пишется какой-то try, вызывается какой-то метод, который может выбросить, какое-то конкретное исключение, и дальше эти catch, они пишутся в обратном порядке. То есть здесь важен порядок. Вы должны написать, выше вы должны писать более конкретное исключение, ниже более абстрактное. ну, то есть вот поскольку файл already exist exception является дочерним классом для ио-эксепшен, чтобы его обработать отдельно, нужно вынести его в отдельный catch и написать выше. если написать этот код наоборот, ну, то есть java пойдет при обработке поиски нужного catch, java пойдет сверху вниз, будет искать подходящий. соответственно, если вы сделаете это все наоборот, ну, вот тут вам скажут, что недостаточно нужно ио-эксепшен прям уж поймать, вы его тут вот ловите. Здесь пока еще все корректно, да, что если вот это конкретное, то идем сюда, если более обширное, то сюда. Но если вы поменяете местами, то у вас тоже не заработает. Вам java скажут, что исключение файла already exist уже было ранее поймано. Ну, то есть все логично, да. java пытается пойти сверху вниз, чтобы найти нужный catch и находит тот catch, к которому соответствуют данные исключения. Поскольку под дочерние исключения можно скастовать к родительскому, то java говорит, что так нельзя сделать, надо их писать как бы от меньшего к большему. Так, и еще один кусок, ну давайте. Вот это исключение наследуется от того. Давайте напишем еще один catch. Ну, опять же, да, он говорит, надо их писать в обратном порядке. Сначала пишем более глобальное, потом более мелкое. Вот. то есть кичи должны быть расположены по порядку иерархии от более конкретного класса, более к абстрактному. Но при этом java еще можно сделать такую штуку, как обработать несколько исключений одинаково. Да, вы берете, пишете вот здесь ключевое слово палочка, да? Есть такая штука, горизонтальный слэш. И они указываются оба. Нет, не указываются. Ну, trycatch говорит, что... Так, я не могу написать no pointer, потому что no pointer... А, да, могу. Ну да, выбрасывается. No pointer непроверяемая, поэтому его можно писать где угодно, в принципе. Ну вот, соответственно, если у вас есть два исключения из разных веток иерархии, то их можно через горизонтальный слэш указать в одном кетч и написать им одинаковое обработчик. Да? Ну и более того, есть еще такая история, ну это будет тоже на встрече паре, история о том, что можно открыть какой-то поток ввода, вывода, да, открыть его в trycatch, и этот поток закроется сам. То есть, если вы видели, то есть какой-нибудь, например, input stream. Input stream. Вот. Он имплементит интерфейс таким названием closeable. Интерфейс closeable extended интерфейс auto-closable. Что значит, что если вы откроете поток внутри try со скобочками, с ресурсами, try with resources по-английски, то у вас все как бы будет. input stream равно new input stream. Ну, не так это делается. там new файл интерфейс стрим. New файл. Вот, да, еще, смотрите, кейс такой, что если вы что-то сделали внутри try, что является closeable, там, auto-closable, то таким образом вам не нужно, ну, смотрите, забегая вперед, да, если вы работаете с диском, вы сначала открываете поток на чтение, а потом его нужно закрывать. Иначе будут проблемы, что много очень файлов открыто, надо какие-то закрыть. Соответственно, делайте close. Но если у вас ваш поток extended auto-closable, интерфейс, то, поместив его внутрь try, с ресурсами, соответственно, скобочки, вот такие, поток закроется самостоятельно после выхода из этого, ну, из этого try. По-хорошему есть смысл вот так вот писать. Вот, это история про исключения. Соответственно, есть try с ресурсами, есть кичи, у которых можно написать multi-cage, да, если исключение из разных иерархий через горизонтальный слэш. Можно ловить несколько exception в одной иерархии, если указывать их по порядку. При этом finally, да, указывается всегда. Также исключения делятся на проверяемые, непроверяемые, проверяемые, если они отнаследованы от классов error это исключение про джаву либо класса exception это более корректное исключение, да, либо непроверяемые, если они наследуются отнаследника exception runtime exception, а если вы хотите поймать все-все-все, то вы указываете catch-throwable, а это корень всего. так, ну и да, и смотрите, также правилом хорошего тона считается, что вы пишете свой код не вот так вот, то есть неправильно делать логику на исключениях, когда вы пишете код. То есть исключение это обычно какая-то все-таки, ну, оно и называется, да, exception, это какая-то исключительная ситуация, которая возникла в процессе выполнения вашего кода. Соответственно, если вы будете пытаться писать логику на exception, да, там, написать try-catch, о, там, если что-то там, какой-то флаг заинтерового, а вот в киче будет какая-то бизнес-логика, то так делать некорректно. Вроде бы это даже было в какой-то из домашних, когда можно было или при парсинге. Ну, то есть, когда парс с архитическим выражением, да, вы можете попробовать там parse-long сделать parse-long, и вот если вы попали в кетч, то тогда значит у вас не циферка, а у вас какой-то оператор. А если вы не попали в кетч из-за number-format exception, то значит у вас число и можете идти дальше. Ну вот желательно не делать логику на exception, а именно делать для них try-catch и обрабатывать. И по поводу exception еще стоит сказать, что есть два подхода, это fail-fast и fail-safe. Fail-fast это когда когда вы видите, что у вас что-то некорректно и вы сразу же выбрасываете исключение. Поняли, что что-то некорректно и сразу написали throw. в общем fail-fast это когда вы поняли, что что-то пошло не так и сразу сделали throw, а fail-safe это когда вы поняли, что что-то пошло не так но пытаетесь как-то ситуацию спасти в вашей программе. Ну то есть допустим вот здесь поняли, что fail-safe уже существует сразу выбросили исключение и как бы разбирайтесь дальше сами. Так, давайте теперь разберем вторую часть, которую вы тоже уже использовали, которую до сих пор не разобрали и это про generic обобщенный тип который вы уже использовали но про это лекции не было. Соответственно вы наверное уже видели может быть там C++ какие-нибудь там шаблоны там плейты когда на разный тип у вас создается в плюсах новый код. Соответственно на Java есть что-то похожее называется generic но там на каждую на каждый тип не создается нового кода а используется чуть-чуть другой механизм но это также позволяет вам писать один и тот же код для разных типов данных да то есть вот вы возможно видели уже ну невозможно вы точно видели там класс например лист да вот есть класс лист у него там есть реализация например array list либо либо там реализация линкет лист и вам формально неважно да вы вас список каких-то элементов вы можете хранить в этом списке все что угодно соответственно было бы классно уметь писать код один раз а потом для разных типов данных его использовать то есть до пятой джавы на каждый тип данных приходилось писать свою версию коллекции да где если вам нужен список для стрингов вы писали делали класс где везде подставляли стринг нужен вам список из интеджеров писали класс где везде подставляли интеджер да после пятой джавы появились дженерики и они позволили вам писать вот так что у вас теперь список нечего-то да ну соответственно дженериком можно задать какой-то интерфейс класс либо метод и он вам говорит что смотрите вот давайте мы вот в таких вот скобочках треугольных да укажем какой-то какой-то токен да то есть это не я оно не что-то значит это просто какая-то буква или слово то есть если так вот здесь например у меня есть буква т да но я мог бы написать там три т и это тоже было бы дженериком то есть это какой-то токен который не обязательно состоит из одного символа который мы именуем чем-то что ну под чей нейминг ну под эту букву потом будет подставляться реальный тип в вашем коде да то есть если вот тут вот у листа написано а в реальном коде вы пишете лист скобочки стринг да и говорите ну давайте создадим его от чего-то так сейчас да давайте ниже строчку то есть есть вот у вас список синтеджеров да вы говорите что у вас ссылка на список интеджеров и вы создаете новый арей лист интеджеров да соответственно когда вы будете заходить внутрь этого арей листа то у вас за место вот этого еда будет подставляться интеджер ну или того е который был указан у листа то есть написано лист скобочки какая-то буква и эта буква соответствует какому-то реальному классу в том коде который вы уже используете где создаете реальный экземпляр этого объекта который был определен в классе лист да то есть внутри реализации класса у вас е ссылается на какой-то конкретный тип да а там где вы создаете экземпляры вы этот конкретный тип как раз таки указываете точно так же в фигурных скобочках ну не фигурных треугольных при этом начиная с восьмой джавы если тип можно вывести из ну слева направо то его можно не указывать да то есть если вы говорите что нужна ссылка на список там например интеджеров либо на список там стрингов вот эти вот вторые скобочки они уже являются излишними потому что джава сама поймет список какого какого как написать стринг так и не написать в этой ситуации джава сама поймет какого типа надо создать классик да ну ну здесь без чего-то будет вот это одна история да что хочется писать какой-то код который был бы обобщенным для разных типов данных и чтобы не писать его по 10 раз создали дженерики которые параметризуются ну внутри объявления пишутся через фигурные скобки а дальше через вот эти то что вы фигурные скобки укажете вы потом сможете на это ссылаться то есть где вот например вот итератор если вы хотите обойтись по списку то метод итератор вернет вам итератор вот того же списка того же типа типа которого был создан лист да которого был создан список ну проще открыть тогда класс абстракт лист тоже параметризован какой-то еда тут есть реализованные методы например вот индексов вот вам говорят давайте поищем какой-то обжект для этого давайте возьмем лист итератор который будет того же типа которого экземпляр списка которого был создан и попытаемся проверить на equals то есть этот код можно написать для любого типа данных он будет одинаковым вам не важно что внутри вот этой вот что скрывается за этой буквой е которая была указана в названии класса и вы можете таким образом писать обобщенный код ну или вот например add all вот вы знаете вот есть такая штука да смотрите collection может быть видели уже такое писали да что можно смотрите если вы указываете явно вот эту букву да которую указали в названии класса вы говорите что вот в этот там ну сюда может прийти только этот конкретный тип если вы указываете вопросик extends ваш ваш токен вы утверждаете следующее утверждение да что в этот метод можно передать любую коллекцию тип данных который будет наследником ну дочерним для класса либо сам являться классом е ну то есть смотрите у класса сюда можно передать давайте откроем сейчас где вот смотрите какой-то какой-то тип данных который является наследником класса е типа е либо является самим этим типом соответственно смотрите если вы посмотрите да что extends значит что е выше по иерархии соответственно любой класс который отнаследовался от е будет содержать в себе все свойства этого классика ну этого типа получается поэтому вот здесь вот vdd all можно спокойно взять и проитерироваться для каждого объекта в коллекции который мы назовем вот этим родительским типом да потому что любой дочерний класс наследуется от родительского ну давайте каждый их возьмем и добавим в нашу текущую коллекцию как это могло бы выглядеть в реальном мире ну не в реальном мире да в коде что вы пишете что у вас есть допустим какой-то там список типа number почему бы нет говорите что ну пусть выведет автоматически дальше и дальше у вас есть например вот лист интеджеров да и вы спокойно можете взять и сказать list add all вот тут тут скажут нужна какая-то коллекция тип которая будет дочерним для либо либо дочерним либо являться классом number то есть extends содержит правую правую границу включая ее включая правую границу дальше написать add all и передать сюда лист интеджеров вот у вас все заработает потому что как вы могли знать примитивные типы интеджер там long double float и тому подобное они являются наследниками класса number да вот есть number а у number соответственно есть методы int value long value float value double value byte value short value соответственно все вот эти примитивные обертки да они все наследники вот этого класса number да и при этом смотрите вот теперь у вас есть защита еще от неправильного типа что вы говорите что вот есть список список number каких-то какого-то класса который является родительским для этих комит джербайт и так далее вы его создали дальше вызываете методы dd all вам dd all говорит что ну можно засунуть сюда все что является наследниками для этого класса соответственно вы берете ну теперь вы можете взять список любого ну параметризованным любым классом который будет дочерним и положить его в этот лист но при этом вы как бы после после того как вы это сделаете у вас уже будут не методы получается integer да а у вас количество методов объекта уменьшится если взять какой-то из типов ну из элементов то у вас получится методы типа вот этого номера ну то есть все что положили не номер потом вы сможете будете сможете к нему обращаться только как вот к этой штуке вот либо есть еще третий подход да можно указать получается явно да какой-то тип то есть написать там конкретно ну вот е да вот здесь коллекшн с можно указать что отчего-то наследуется можно сказать что что-то является ну что такой подход есть да есть текст супер класс есть вопросик супер под класс когда вы делаете это в обратную сторону вы говорите что может прийти любой любой классик который будет по иерархии выше то есть если extends это был ниже либо тот же самый класс ну ниже имеется ввиду что в плане расширения да что ну давайте определим что такое выше выше это когда вот минимум методов а когда расширяется это получается идет по иерархии вниз то есть в самом низу иерархии наиболее конкретный классик получается то есть вершина иерархии collections это там итерабл соответственно вниз по иерархии от итерабл вы придете в лист да либо варилист да здесь получается супер он не включает и это идет то что там выше супер класс то что ниже по иерархии есть просто вопросик он говорит о том что ну класс любого типа пожалуйста я готов принять нет никакой разницы и этот метод вы можете увидеть например вот тут вот то есть вот создали там лист какого-то конкретного типа нам создали там что-то и вот есть такой классик collections у него есть метод rotate что он говорит да он говорит что ну давайте возьмем список и на 10 все элементы перевернем то есть то что было там на нулевой позиции окажется на десятый то что было на десятый окажется на двадцатый ну и так далее если посмотреть на этот метод то тут указано ну давайте возьмем лист любого типа то есть неважно какой тип сюда придет поворот для него можно написать вне зависимости от конкретного типа данных поэтому если вы тип не знаете и вам в принципе не нужен то можно указать просто вопросик вопросик это уже не буковка это ключевое слово ну как ключевой символ в языке соответственно вот тут берется и просто делается поворот вот какого типа но там просто идея в том что этот тип ни на что не влияет да ну вот неважно что вы тут сделали ну вот взяли вы сделали get да потом сделали set что это был то есть вы просто положили что-то переменно потом положили назад вы никаких методов не вызывается никакой дополнительной информации при этот тип вы не знаете вам это не нужно поэтому написать вопросик это легальная ситуация то есть какое-то что-то что параметризован каком каким-то типом вам неважно каким вот соответственно если это параметризуются классы то они параметризуют либо интерфейс то они параметризуются ну вот таким образом пишется название класса дальше в скобочках треугольник указывается тип если нужно параметризовать если вы от чего-то наследуетесь то вот вы пробрасываете дальше да что вот вот этот абстракт лист будет параметризован типом е ну давайте мы параметризуем раистскую коллекцию там абстракт коллекшн тоже типом е а интерфейс лист тоже реализуем ну параметризуем типом е то есть можно было бы например вот это е убрать оставить только здесь что-то но уже конкретное как это показать то есть смотрите вот возьмем этот классик ген перебыл и тут в скобочках написано что вот он он параметризован каким-то типом t который расширяет тип number и дальше вот я вот здесь провожу соответствие что я сказал что ген параметризован типом t и вот у меня есть переменная типа t ну классно да при этом можно было бы взять и указать ну ладно сейчас попозже будет да вот то есть такая история можно было бы здесь number не указывать это не суть при этом вы можете указывать дженерики еще у конструкторов да и у методов то есть вот здесь написано да что ген параметризован каким-то типом который будет наследником number вот здесь легально написать что это какая-то переменная x является типом t то есть почему да потому что когда вы захотите создать экземпляр то при создании экземпляра вы этот тип явно укажете и джава поймет что подставить за место вот этой штуки ну на самом деле она не поймет здесь по факту подставится object то есть здесь написано t extends number да джава ну в чем отличие от темплейтов да когда вы пишете темплейты в плюсах у вас генерится генерируется новый код когда вы делаете дженерики в джаве то у вас заместо вот этого этих букв подставляется какой-то наиболее высокий париархий класс подходящий то есть в случае с number вот заместо t подставится number в случае с просто t подставится object а дальше когда вы начнете к нему обращаться джава будет просто брать и писать каст да то есть она не сгенерит новый код под каждую вот эту реализацию а там где просто понадобится этот тип т будет кастовать то есть эквивалент вот такой вот что вот был создан там ген получается от интеджер создан он от double так сделать можно это все наследники number да то есть здесь передается инт здесь передается double вот и речь о том да что вот здесь вход одинаковый да вот есть класс ген он чем-то параметризован здесь какой-то тип t здесь есть get x который тип t возвращает и вот здесь когда вызовется return формально вот этот x x то есть что происходит как на самом-то деле да что здесь на самом деле будет написано вот так вот private number а когда будет написано return то здесь будет написано так вот ну то есть возьмется тот тип который был которым был параметризован экземпляр и к нему прикастуется то есть в зависимости от ситуации вернется тут либо там double либо вернется там интеджер либо что-то еще то есть смотрите в процессе компиляции информация о типах как сказать стирается из-за места вот этих букв то есть вы когда код скомпилите у вас будут уже не букв китэ да они сотрутся здесь будет что-то конкретное там object либо там number либо что-то еще но вот здесь java уже после компиляции ничего про эти буквы не знают она их заменит на конкретно на нужные типы ближайшие а дальше при обращении к ну к созданным экземплярам будет подставлять тот тип которым он был уже параметризован ваш класс соответственно можно параметризовывать интерфейс ну конструкторы да как-то делается пишется слева вот название фигурные скобки дальше опять вот это наследование типов да то есть можно здесь ну делать то же самое что у вас есть какой-то тип n да ну тут просто указано что по-хорошему здесь можно было бы сделать вот так вот здесь t да здесь можно просто сказать что какой-то тип t да что вот если параметризован классом t да то пожалуйста и в аргумент передать тот же самый тип или вот тут я просто пример чуть-чуть усложнил да ввел еще новый какой-то новый там новую букву n который наследуется от t и это тоже легально да потому что если t является наследником намбера либо самим намбером да то n который является тоже наследником это как бы одно и то же да мы можем так сделать при этом так как java не знает про типы нельзя создать массив ну как создавать массив сейчас вам покажу но массив ну поскольку java после компиляции все вот эти буковки сотрет нельзя взять и написать там new буква массивчик можно создать переменную такого типа указать ссылку то есть вот так вот это будет валидно но написать new t нельзя это есть такое java ограничение его как бы я сейчас покажу но факт в том что можно указывать дженерики у методов у конструкторов и у ну соответственно у методов да например вот так вот берется какой-то метод говорится ну смотрите вот тут просто дальше уже ключевые слова играют роль да что вы должны явно указать в скобочках с какими буквами вы будете оперировать у этого метода да что чем называть и говорите что ну окей вот будет тип т значит да какой-то и какой-то тип в при этом возвращаться давайте вернем там тип но не обязательно его возвращать можно вернуть что угодно да ну просто что вот вы здесь эти буквы ввели и дальше вы имя оперируете соответственно вот тут указано в параметрах да что приходит какая-то переменная типа t и какая-то переменная типа v окей t вернем ну v никак не заиспользовали но факт в том что когда вы этот метод вызовете за место t подставится тот тип который ну переменную которого вы передали да под v подставится то что тоже было передано ну джава поймет да что если вы вызываете этот метод то вы сделаете да вот здесь сделаете ген точка чек он скажет что нужен какой-то тип t и какой-то тип v и вы формально сюда можете передать все что угодно да ну хоть и там две строчки например да и джава поймет что ага вот тип t это будет строка тип v тоже будет строка можно как-то сузить да вот это расширение сказать что ну давайте ну это написать можно у обоих букв соответственно extends не extends где-то там супер и та же самая история да такие же буквы то есть вы говорите что вот вводятся такие-то буквы этого метода с такими-то ограничениями да и дальше ими оперируйте возвращать формально можно там все что угодно да сказали что здесь принимается типы t и v ну давайте вернем там int никакой проблемы нет вот это про дженерики и последнее да что нельзя создать получается массив такого-то типа надо указывать создавать массив конкретного и как это обыгрывается можно посмотреть на примере арей листа так ну вот да смотрите вот арей лист в нем есть соответственно массив и как можно спитрить у него есть массив обжектов да в какой-то момент вы начинаете в него добавлять варей что-то добавляется и дальше массив начинает расти ну если вдруг понадобилось его вырасти и возвращается отсюда массив обжектов да все то же самое сделается grow тут создается ну просто то есть сейчас как сказать да что вот тут вот везде массив обжектов ничего здесь нет никакого типа просто обжект 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 элемент с дата тоже обжект и вот как можно поглядеть да то здесь вот везде этот адд приватный оперирует с каким-то обжектом но вы-то знаете что хранится здесь на самом-то деле элементы типа е да и получается что добавляются массивы в массив обжектов но это корректно да потому что любой класс является нацеником обжекта а когда понадобится сделать get то вот здесь берется вызывается такой метод элемент дата который внутри себя берет и кастует то есть вы так как вы не можете создать массив явно типа е да то вы можете создать массив типа обжект и дальше при обращении к его элементам просто кастовать к тому типу который нужен вот тут вот java уже будет знать что за тип она использует потому что при создании релиста вы явно указали да там интеджер string или что-то еще соответственно можно написать каст указав сюда generic тип и все будет корректно ну либо можно делать по-другому ну да и вот здесь еще стоит unchecked который предупреждает вас о том что здесь вроде как object а тут кастуется к е так делать нехорошо но формально нельзя по-другому даже если вы захотите создать массив типа t у вас не получится вам придется кастовать когда вы начнете кастовать вам java скажет warning чтобы warning не было надо написать аннотацию так или иначе через это надо пройти если нужно ну то есть приходится все это делать вот давайте есть какие-то вопросы про дженерики или про сепшены да то есть дженерик позволяет вам написать код для какого-то какой-то общий код для разных типов данных ну и тут надо еще понимать что если вы пишете одинаковый код значит вы можете использовать ограниченную часть методов да что если я вот здесь ограничил намбером то везде где я буду обращаться к типу t у меня будут все методы только намбера не более но зато для любого и зато я могу сюда положить и int и w и флот и все что угодно и хороший для этого пример это получается как раз таки структуры данных потому что структуры данных они просто элементы ранят и не более того и это как бы хороший пример того где дженерики полезны если бы дженериков не было пришлось бы на каждый тип данных писать бы свою коллекцию там тринка реалист интеджер реалист табло реалист и тому подобное но благодаря дженерика можно писать какой-то общий код но при этом вы нигде вот это как бы нигде не используются методы того типа который реально пришел то есть если посмотреть например на 3 сет которому нужен comparable ну ладно лучше 3 м потому что все равно используют вот есть 3 м 3 м тоже чем-то параметризован да типом типом ключа и типом значения но так как вы не можете обратиться к его методам в какой-то момент когда происходит добавление эта штука пытается найти место для вставки для этого она начинает сравнивать и смотрит если вы не знаете как ваши объекты сравнить да то что вашего компаратора нет вы не передали давайте его прикастуем скажем что у вас ключ является типом comparable вот который получается выше чем ключ к где к это буква для ключа ну и сравним сам компаратор при этом смотрите да еще раз да что если написано класс что-то экстенс что-то то вы идете от вашего класса вниз если вы пишете что-то супер да то вы идете вверх то есть вы можете сравнивать объекты тем что ну выше получается при иерархии в чем проблема вот да здесь получается дженерик идет в обратную сторону тут к нему кастуется делается это compare tool и смотрится на результат ну если компаратор был то просто сравнивают вот давайте еще раз есть ли какие-то вопросы по этому поводу если нет то нет если есть давайте я отвечу и все домашний я еще посмотрю что там можно интерфейсы то есть имеется ввиду смотрите надо понять где проходит как бы конец когда вы уже начали писать типы ну когда вы все еще где вы уже закончили писать типы а где уже начали писать реальные классы да что если вот здесь вот у вас сам т ну сам класс у вас ни от чего ни ничем не параметризован но вы можете от чего-то наследоваться ну например от того же comparable да вот вам скажут что у comparable то на самом деле есть какой-то тип и вот вы можете ну чтобы написать компету да и дальше вот тут можно указать так вот если вы укажете это в скобочках у comparable например стрим да то вам скажут что ну окей давайте еще сгенерием метод вот давайте сгенерием какой-то метод для вот этого где укажем стринг да в качестве compareTo и здесь получается что что класс вот он все уже какой-то конкретный класс он наследует от comparable где тут уже указывается не буква типа да не токен типа а здесь указывается уже конкретный тип то есть вы здесь все поскольку тут уже нет никаких дженериков вы должны у всех наследников указать что-то конкретное ну у того что от чего вы наследуетесь либо делаете ну либо extends либо implement если же здесь сделать наоборот то есть вот тут указать скобочек да и тут написать стринг то тогда вот этот стринг это будет уже не стринг который стринг а это будет параметром типа то есть вот сейчас заместо вот этот стринг на самом деле не тот тип стринг реальный а это просто алиас если посмотреть вот сюда вот заходим вызываем точку и здесь никаких методов стринга нет можно указать здесь стринг экстендс там номер да и вот теперь у вас вроде тут написано стринга по факту у вас методы номера вот они да ну корректно здесь указывается дженерик когда вы указываете дженерик в определении класса да это просто название типа какого-то вы можете назвать как угодно да там стринг дабл интеджер все что угодно главное что вы его как-то ну либо ограничили либо не ограничили но пока вы еще в этих скобочках это никакой не конкретный тип ну это какое-то название его ну поэтому желательно использовать какие-то односложные буквы чтобы у вас не было имен но в принципе это корректная ситуация то есть если вы не укажете вот тут вот никаких скобочек то здесь уже будет конкретный тип да указан если же вы указываете то это то что то значит за место этого слова придет тот тип которым параметризовали при создании можно было бы здесь написать ну вот так вот когда компету останется с нормальным классом стринг ну тесте понятное дело что вот неправильный но имеется ввиду что вот теперь под ключевым словом стринг будет скрываться интеджер либо там W и как бы окей ну можно было бы здесь написать вопрос сейчас ну и пока оставить вот давайте еще есть вопросы какие-нибудь то есть тут вот generic это просто какое-то дополнительное название того для названия для того типа который сюда заинжектится когда класс действительно создается экземпляр то тут как раз конкретный тип указывается и в связи с тем что он указывается при создании экземпляра нельзя создать статическую переменную такого типа да который параметризуется ну и есть еще ограничение что нельзя сделать там extend строго был нельзя параметризоваться классом вот еще вопросы ну хорошо тогда если вопросов нет в следующий раз будет что-то да input output и работа с сетью и потом много поточность а про домашний я еще подумал все спасибо за внимание до встречи Продолжение следует...